Добрый день! Рад вас приветствовать на нашем очередном семинаре по морфометрии, по обработке изображений с использованием программы FIDGE. И сегодня нам нужно будет рассмотреть несколько отдельных тем. Первое – это конвалиционные фильтры. С некоторыми из этих фильтров мы с вами уже встречались, когда делали сегментацию изображений. Один из конвалиционных фильтров – это фильтр как раз размытия. Вот гауссовское размытие, в принципе, можно тоже отнести к конвалиционным фильтрам. Второе, что нам нужно будет рассмотреть – это так называемые частотные фильтры. Дело в том, что мы можем представить наше изображение не только в виде точек разной яркости, но и в виде набора частот, которые могут нам это изображение сформировать, если мы все с вами сложим. В биологии это имеет значение для выделения каких-то объектов определенного размера, для выделения периодических структур и для того, чтобы можно было некоторые периодические структуры, которые являются артефактом, с изображений убирать. Поэтому мы с вами поговорим немножко о частотных фильтрах. Более того, разговор о частотных фильтрах поможет нам потом перейти к такому понятию, как деконволюция изображений. И мы о ней тоже должны будем сегодня, о пространственной деконволюции, поговорить. Мы наконец-таки подошли теперь с вами к возможности обсуждения традиционных парфометрических показателей, которые у вас появлялись в меню, когда вы измеряли размеры объектов. Там кроме размеров, кроме площади и периметра было еще много других показателей. Мы сегодня их с вами попробуем немножечко обсудить, посмотреть, что они значат, ну и какие из них можно применить для каких случаев. Мы с вами посмотрим, как можно померить расстояние внутри объектов. Ну, пример. Раз мы уже говорили с вами о метахондриях, понятно, что их положение, оно не постоянно в клетке. И в зависимости от того, в каком состоянии находится клетка, метахондрии могут подходить ближе к мембране, ближе к краю клетки, дальше от нее находиться и так далее. И мы рассмотрим возможность определения расстояния внутри объектов пока что в двухмерной плоскости, то есть в проекции. Конечно же, грамотнее это делать в трехмерном уже представлении. Мы с вами поговорим о том, как можно пользоваться информацией о яркости объектов, каким образом ее пересчитывать. Ну и если будем говорить о яркости объектов, то, соответственно, для проходящего света нам лучше говорить о поглощении. И таким образом нужно будет рассмотреть понятие оптической плотности. Кроме этого, если мы будем дальше говорить о, например, о оценке колокализации разных цветов, внутри клетки разных каналов, то нам нужно будет упомянуть немножечко о деконволюции, о методе восстановления изображения. Конечно, формально этот метод разрешения не увеличивает, но очень сильно увеличивает контрастность. Неформально, понятно, что контрастность маленькая, глаза мы не можем увидеть, и компьютером в некоторых случаях распознать не можем, то, в принципе, действительно в этом случае при малой контрастности происходит потеря разрешения. Да, то есть формально разрешение остается таким же. Если говорить о восприятии, о возможности с ним работать, конечно же, можно говорить о том, что деконволюция, в принципе, разрешение увеличивает. И начнем мы с вами с конвуляционных фильтров. С объяснения, что это такое. Не пугайтесь страшному слайду. Мы начнем с самого простого конвуляционного фильтра. Это размытие. Наше исходное изображение. И изображение после размытия. Понятно, что при размытии мы как бы усредняем небольшую часть изображения. То есть мы берем какой-то квадратик изображения, его усредняем. И на исходное изображение наносим только, скажем, центральный квадратик. Дальше мы можем передвинуться с вами на один шаг, на одну точку. Взять такой квадратик. Опять же, усреднить внутри него значение и перенести в этот квадратик изображение следующего. Далее, продолжая таким же образом проход нашего изображения какими-то квадратиками, переносом уже, ну, скажем так, усредненного значения в изображение отфильтрованное, мы с вами как раз и будем получать размытие изображения. Это не совсем гауссовское размытие. Это размытие конвуляционное. Но для общего понимания этого, в принципе, достаточно. Давайте теперь шаги, которые мы с вами сделали, попробуем формализовать. Что мы с вами сделали? Мы с вами взяли кусочек изображения, пускай будет 3 на 3 точки. И для того, чтобы мы с ним могли работать, мы сделали следующее. Взяв такой кусочек, 3 на 3 точки, мы из этого кусочка взяли с вами все значения и взяли, посчитали среднее. То есть, предположим, у нас здесь какие-то значения. Мы с вами их просуммировали и сумму этих значений разделили на количество значений, то есть получили, собственно говоря, среднее значение. И дальше среднее значение это мы переместили в результирующее изображение, отфильтрованное. Но каким образом? Для такого же участочка мы переместили нашу вот эту вот получившееся у нас некое значение в центральную клеточку. Теперь мы передвинули с вами вот эту нашу сетку, пускай она будет 3 на 3. И здесь у нас появились какие-то новые значения. Мы, опять же, точно так же посчитали теперь для новой сетки сумму, разделили на количество, которое известно нам 9, и перенесли теперь это значение вот сюда, в соседнюю точечку, потому что теперь зона, которую мы считали, находится вот здесь. С другой стороны, можно все то же самое немножечко упростить. Предположим, что мы с вами сделаем еще одну табличку, матрицу, на которую нам нужно будет просто домножить каждое из наших значений. Предположим, у нас есть такая табличка, и мы в каждую точку этой таблицы добавили значение 1,9. Потому что, если мы будем усреднять, то это как раз вклад каждой из 9 точек. то есть, в каждой точке у нас здесь 1,9 от ее оригинального значения. Теперь у нас есть некая наша исходная табличка со значениями, которые мы с вами получили. к примеру, мы домножаем каждую на каждую, получаем некое результирующее значение. И это не что иное, как как раз таки усредненное значение. Если мы теперь все значения внутри этой нашей таблички просто просуммируем, то это значение, это то значение, которое нам нужно поместить теперь в изображение, которое у нас получилось. Вот я в эту центральную часть. Вот сюда. Таким образом, мы с вами создали фильтр, который будет размывать на изображение в так называемой конвалиционной матрице 3 на 3 точки. А если мы хотим изображение размыть сильнее, если нам нужно не 3 на 3, а, скажем, большее количество точек размыть. Все то же самое. Мы просто берем, опять же, нечетное количество, почему нечетное об этом мы еще с вами поговорим. В данном случае после 3 следующего нечетное у нас 5. Ну и, естественно, мы можем посчитать, что у нас здесь 25 точек. Конечно, у нас будет не одна девятая, а, соответственно, одна двадцать пятая и так далее. Точно так же домножить это на исходное, точно так же в результирующем изображении взять такую же большую табличку и полученное значение поместить в ее центр. Дальше передвинуться точно так же на одну точку, так же посчитать. И понятно, что это даст нам возможность размыть изображение уже не на участке 3 на 3 точки, на участке, например, 5 на 5 точек. Ну и дальше мы можем увеличивать, увеличивать, увеличивать до любых значений, можем хоть все изображение полностью так сделать. Значит, какие у нас остаются проблемы? Первая проблема, которая у нас остается. Если у нас есть большое изображение, то что нам делать с точками, которые находятся вот здесь, на краю? Ведь если мы теперь попытаемся взять табличку, даже 3 на 3, видно, что у нас останутся какие-то значения, лежащие за краем изображения. Но самое простое, что мы можем сделать, мы можем средним значением, которое мы здесь получили, заполнить эти точки. Можно изображение отразить, можно проскопировать. Это все задается в диалоге, но чаще всего берется просто среднее значение, чтобы не портить полученные данные. Понятно, что если мы сдвинемся на две точки вниз, на точку вниз, на точку соответственно вправо, ну, здесь проблем никаких не возникает, у нас все точки теперь оказываются доступными для подсчета. Это то, что касалось фильтра, который позволял нам изображение размыть. На самом деле мы можем, изменяя матрицу, которую мы используем, например, у нас была первая матрица, это 1,9 во всех ячейках. Это вот это. Мы можем взять немножечко другую матрицу, вот такую. Посмотрите, здесь в центре большое положительное значение, по краям малое значение, но обратите внимание, матрица у вас нормализована, то есть сумма всех значений в этой матрице будет равна единичке. Это очень удобно для дальнейшего подсчета, чтобы яркость картинки у вас не изменялась, потому что если у вас в итоге сумма этой матрица будет равна не единице, а больше или меньше ее, вы будете менять еще и яркость картинки. Но что будет делать вот такая конструкция? Если у нас есть одна яркая точка, и вокруг нее темные точки, на результирующем изображении такая матрица эту точку сделает еще ярче. Если у нас примерно все точки одинаковые, то, соответственно, яркость не изменится. если у нас средняя точка оказывается чуть темнее, чем средняя вокруг нее, она станет еще темнее. То есть, эта матрица по сути дела увеличивает такой локальный контраст. Ну, и вы наверняка пользовались фильтрами, которые назывались Sharpen, или иногда их еще называют улучшение контраста, или от русского перевода могут быть другие названия. То результат действия такого фильтра представлен здесь. Видите, маленькие очень объекты стали хорошо видны. Опять же, если мы хотим сделать вот этот же Sharpen не настолько сильно, что мы можем сделать? Увеличить размер этой матрицы, сделать ее не 3, а, скажем, 5 на 5, и точно так же в центр поместить какое-то большое значение, например, 20, в данном случае 5, и здесь во все точки поместить, скажем, по минус единиц. Гауссовское размытие. Мы можем этой матрице задать теперь распределение не вот такое ровное, квадратное, а круглое, которое будет похоже на гауссовское распределение, нормальное, и точно так же сделать, чтобы у нас по краям все вычиталось, имело значение только внутри этого условного круга, а центральная точка была большая. Тогда, просуммировав значение уже в круге, мы сможем центральное значение при переносе в отфильтрованное изображение увеличить или уменьшить, зависит, насколько он отличается от среднего, больше или в меньшую степень. Собственно говоря, эти фильтры называются конволюционными или фильтрами свертки, мы более-менее разобрались, почему, и давайте посмотрим, как такие фильтры можно использовать в программке FIDGE, если вы захотите, а иногда это бывает нужно, эти фильтры применять вручную. я возьму какую-нибудь картинку, сейчас черно-белую найдем картинку, и попробуем на этой картинке применить несколько фильтров. Я ее чуть-чуть увеличу, чтобы было видно действие фильтров лучше. Коммуляционные фильтры можно найти в меню процесс, это обработка, естественно, фильтры, и здесь есть конволюция. Здесь открывается возможность создания вот той самой матрицы, которую мы с вами рисовали, ну и давайте сделаем с вами матрицу, которая будет улучшать нам яркость этого изображения, ну вернее не яркость, а контрастность. Сделаем везде минус единицы за исключением центральной части. мы можем сразу же посмотреть, что это нам даст, и как видите, мелкие детали у нас становятся тогда сильно ярче и лучше видны, но естественно такая обработка приводит к необратимой потере данных, то есть мы можем использовать конволюционные фильтры для сегментации изображения, в некоторых случаях для того, чтобы показать картинку на проекторе, чтобы она лучше была видна, но подсчитывать что-то после такого фильтра мы конечно же с вами уже не можем. Точно так же можем с вами создать фильтр побольше, и на самом деле еще удобная возможность в этой программке это нормализация матриц, вы можете ввести любые значения, программа подберет коэффициенты, чтобы их сумма после применения коэффициентов была равна единице, то есть в некоторых случаях можно даже у нас не было равна единице. Давайте в центре поставим R8. Видите, картинка стала сильно темнее. Ну и обратная ситуация, давайте поставим 10, видите, мы потеряли очень много по яркости, то есть если у нас не равна единица, то исходное изображение и отфильтрованное будут сильно отличаться по средней яркости, если же она будет равна сумме вот этого всего единицы, то яркость изображения будет сохранена. Давайте посмотрим теперь на эту размере, чтобы увидеть, что нам дал этот эффект. Фильтры, конволюция, вот наша матрица осталась здесь. Видите, изображение стало как бы четче, да, вот этот фильтр четкости, вот он у нас теперь и есть. Почему я стал рассказывать про конволюционное изображение, а не просто показал вам фильтры в меню процесс, фильтры и вот здесь много разных фильтров. Потому что в некоторых случаях мы можем их использовать в не очень традиционном виде. Например, мы можем при помощи этих фильтров выделить края изображения. И пример, который я могу привести, это так называемый поиск краев по лапласу. Поиск краев по лапласу дает нам возможность от нашей картинки оставить только те места, где происходит достаточно яркий переход между, скажем, двумя разными по контрастности участками. Давайте попробуем применить на нашей картинке с кораблями такую же конструкцию. Я тоже сделаю конволюционный фильтр, процесс, фильтры, конволюция и использую матрицу, которая мне здесь больше всего нравится, равновзвешенную. единичка, 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 минус 8, единичка, 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 единичка. И посмотрим, что у нас получилось. Видите, мы убрали с вами изображение все, кроме краев. Согласитесь, в некоторых случаях для сегментации нам нужны именно края изображения, особенно если мы говорим о каких-то структур перпортяженных, то это позволит нам перевести картинку вот в такой вид, в вид поиска краев изображения. Кроме возможности получения всех границ, всех контуров, есть еще один вариант, где мы можем чуть-чуть поменяя конвалиционную матрицу, получить возможность выделения изображения только тех участков, тех переходов, которые расположены под определенным углом. Объединение двух таких матриц приводит к как называемому поиску краев по собелю, но то, что нас будет интересовать, то, что подобрав матрицы, которые здесь представлены, можем выделить преимущественно вертикальное, преимущественно горизонтальное контуры, либо можем по диагонали точно так же контуры выделить. Давайте возьмем опять нашу картинку корабля, возьмем нашу программу, возьмем опять же конвалиционную фильтра, фильтра, эволюция, и попробуем такую матрицу сюда поставить. Минус один, ноль, один, минус два, ноль, два, ну и, соответственно, первая строчка у нас повторяется по понятной причине. Видите, мы с вами на картинке выделили только те участки, которые в основном имеют направленность вертикально. Давайте мы эту матрицу просто перевернем, как вот здесь представлено на слайде, и сделаем ее следующим образом, минус один, минус два, минус один. Первая строчка, дальше нас интересуют те участки, которые не изменили свою яркость, ну и, соответственно, с другой стороны, чтобы они были больше. Как видите, теперь мы на картинке тоже выделили края, но только те края, которые наиболее близки к горизонтальной плоскости. Поэтому, если у вас, например, есть необходимость посчитать какие-то структуры, вытянутые, филаментоподобные, которые идут в известном вам направлении. Вы можете использовать вот этот подход для выделения именно структур, лежащих вертикально или горизонтально. При этом остальные структуры, как видите, из картинки можно убрать. Ну и, если мы объединим два таких изображения вместе, то мы получим так называемое выделение краев пособили. Очень красивый эффект, немножечко напоминает дифференциационный контраст, потому что здесь тоже получается такой барельеф псевдо-трехмерный. Конечно, для науки именно выделения краев пособили может быть интересно только для сегментации, но в виде красивого артефекта тоже можно использовать. Таким образом, мы с вами поговорили о простейших конвалиционных фильтрах и их применении. Но за границами нашего рассмотрения оказался еще очень важный фильтр, который очень похож на конвалиционные фильтры. Это так называемый медианный фильтр. Очень часто изображение у нас бывает шумное. Причем, если мы, например, используем изображение конфокальное и правильно его снимаем, то у нас с вами реальная точка изображения это сразу же несколько точек нашей картинки. В идеале минимум 2 на 2. В идеале хорошим не минимум 3 на 3. И понятно, что если у нас одна из точек сильно отличается по яркости, то это какой-то артефакт. И мы можем сделать следующее. Мы можем взять точно так же некий участок изображения. Пускай будет тоже 3 на 3 точки. Мы можем выписать все значения в ряд и взять наиболее часто встречающееся значение. то есть можем брать медианный фильтр, либо на самом деле можно брать и моду, тут и то, и то возможно. Что получается? Получается, что наиболее часто встречающее значение 9 и в результате мы с вами заносим уже нафильтрованное изображение именно это значение. Точно так же передвигаясь теперь по изображению по одной точке вперед, мы с вами получаем для этого изображения точки уже результирующие одну, вторую, третью и так далее. Где эти фильтры можно применять? Давайте попробуем с вами посмотреть, как будет меняться картинка, если у нас есть значительный шум на изображении. Я шум на картинке создам специально, у меня, к сожалению, нет такой картинки, чтобы было совсем-совсем все плохо, но, опять же, возьмем картинку, сейчас мы ее разобьем на каналы. Каналы я, наверное, сделаю тогда черно-белыми, чтобы нам было лучше видно. И давайте мы посмотрим, что у нас с вами получилось. У нас есть вот такая картинка. Видно, что она на самом деле снята достаточно хорошо, и для того, чтобы можно было с ней работать, мне придется испортить. Сделаем дух. И давайте на эту картинку я добавлю шум, который часто возникает при работе с фокальным микроскопом на большой скорости. Это случайный шум. Добавить его на картинку можно в меню процесс, шум, noise, и здесь вот есть шум, называется соль и перец, например. Это отдельные точки, которые станут сильно ярче, сильно темнее на изображение, чем все остальное. Ну, вот картинка, которую мы можем иногда получить, когда мы работаем на грани нашего детектора, и понятно, что с таким изображением работать заметно сложнее. Что мы можем сделать? Первое, что приходит в голову, чтобы избавиться от такого шума, это просто сделать размытие. Давайте попробуем эту картинку размыть, или есть специальный фильтр усреднения, который это сделает математически корректно. Идем в фильтр, и идем в фильтр, который называется средняя, мин, средняя, и сделаем это для двух точек. Картинка, которую мы получили. Конечно, она лучше этого шума, но посмотрите, насколько она сильно отличается от исходной картинки. Мы очень много деталей здесь просто потеряли после такого размытия. А теперь давайте попробуем использовать медианный фильтр. Опять же, берем наше изображение, я сделаю его 0, и применю на нем с такими же параметрами, но теперь фильтр уже медианный. Процесс, фильтры, и здесь вот есть медиана. Для медианного фильтра я точно так же буду использовать две точки, все параметры у меня те же самые, но давайте сравним картинку медианного и среднего. Я думаю, здесь абсолютно очевидно, где у нас оказалась более сохранная структура нашей клетки. Да, в сравнении с исходным изображением конечно же произошла некоторая потеря разрешения. Тут никуда не деться. С другой стороны, если мы будем снимать нашу картинку в максимальном оптическом разрешении с учетом критерия Найквиста, то потеря будет очень небольшой. А вот шум, который не соответствует в данном случае распределению света, который делает любая оптическая система, да, шум у нас более-менее считаем, что случайен, то он как раз будет убираться. Поэтому если у вас есть шумное изображение, давайте вернемся к изображению, которое мы с вами испортили. Во-первых, То восстановить его лучше всего не усреднением, что, к сожалению, очень сильно испортит у нас и разрешение, и не позволит нам этот шум убрать. Особенно вот видите, он остался на темных участках. с другой стороны, использование медианного фильтра очень хорошо убрало этот шум. очень небольшую потерю разрешения получили, и в принципе картинка сопоставима с исходной. Более того, на исходной картине, как видите, тоже есть шум, но другого характера, другого плана, и этот шум на этом изображении мы смогли с вами убрать. Где этот фильтр еще очень полезен, и когда его очень полезно применять. Если мы с вами будем говорить о трехмерном изображении, то на самом деле, если мы правильно сняли все параметры, то стэк, который мы с вами получим, будет иметь перекрытие между соседними снимками, как по x и y, то есть одна функция рассеяния точки, у нас будет приходиться сразу же на некоторое количество наших точек. то есть предположим, пускай мы сделаем три точки, которые у нас одну функцию рассеяния нашу оптическую перекроют. Так и по z. Если мы теперь возьмем следующий срез такой же, понятно, что эта функция рассеяния точки у нас никуда не делась, и она будет на следующем изображении чуть-чуть меньше, но опять же присутствовать. Помните, мы с вами должны взять как минимум в два, а лучше в три соответствующие этому изображению, где у нас еще будет наша эта структура, и последующая. И понятно, что мы теперь можем сделать медиану не только по x, y, но и по z, что позволит нам вот эту точку восстановить лучше, даже если здесь будет какой-то дополнительный шум вокруг везде, то использование еще информации о z позволит нам этот шум убрать. Поэтому если вы снимаете конфокальное изображение, если вы снимаете с полным разрешением, абсолютно правильно посчитанным, то вы можете себе позволить некоторое исправление этой картинки. Давайте ради интереса я покажу, как это будет выглядеть на конфокальном изображении. Здесь конфокальный стэк, ядра видны. И если мы посмотрим, ядра здесь достаточно шумненький, снято это быстро. Что мы можем сделать? Давайте мы для этого стэка применим функцию медиана. Но теперь медиана у нас будет трехмерная. Точно так же меню процесс, меню фильтра. И медиана, видите, здесь есть медиана 3D. Выбираем ее. Нас спрашивает программа радиусы x, y и z. Я примерно знаю, что здесь должно быть. Конечно, это при подсчете нужно уже ставить, но я поставлю примерно, как это было снято. Собственно говоря, насколько раз больше точек у нас по x, y взято, и насколько больше по z, чем нужно, мы сюда должны внести. Мы с вами получим теперь медиану этого стэка. И давайте посмотрим, просто сравним картинки, как выглядят картинки этого стэка после того, как мы медиану применили. Найдем ту же самую позицию, найдем те же самые клетки, и если мы их еще увеличим, стало видно, насколько лучше стало изображение. Разрешение, как видите, по краю мы практически не потеряли, но, скажем, здесь был шумненький, одна точка у нас быть не может, здесь она практически пропала. С другой стороны, внутренняя структура стала гораздо лучше видна. и чтобы это было еще более показательно, давайте мы сделаем операцию, которую чаще всего делают с конфокальными изображениями, а именно сделаем так называемую максимальную проекцию или расширенный фокус. То есть мы сложим с вами все наши стэки, все наши картинки, оставляя только самую яркую точку. Как это можно сделать? Меню изображения, меню стэки, меню Z-проекции. Помните, мы этим уже пользовались, когда делали картинку фона для вычитания из полученного изображения. Точно так же мы можем пойти в это меню, изображение, стэки, Z-проекция. Ну и теперь выбрать здесь выпадающем меню уже не медиану, она нам здесь не нужна, а максимальную яркость, максимальную интенсивность. И это получится так называемая максимальная проекция, что называется, в программ спечении некоторых фирм, либо как расширенный фокус, как мы называем другие фирмы. И сделаем то же самое для изображения подвергнутого трехмерному медианному фильтру. Тоже стэки, тоже Z-проекция, тоже максимальная яркость. И давайте мы эти картинки теперь сравним, как они выглядят. Возьмем все те же самые группы из трех ядер, симпатичную, здесь и здесь. Видно, насколько картинка после применения медианного фильтра лучше. Но пользоваться медианным фильтром, конечно, можно только, если вы снимали ваше изображение с абсолютно правильно подобранным разрешением. Тогда вы можете его использовать, получать изображение такие менее шумные. Понятно, что если вы не угадали с параметром, будет небольшая потеря разрешения, но она будет гораздо меньше, чем если вы будете просто размывать картинку. Надеюсь, мне удалось вас убедить, что медианный фильтр очень полезен для работы с шумными изображениями. Более того, он может быть полезен и для выделения контуров, потому что позволит, в отличие от шумного изображения, где контур клетки будет немножко рваным, выделить его здесь гораздо более ровно. Ну и для двухмерных изображений он тоже полезен, если у вас есть много случайного шума. Таким образом, с фильтрами, применяемыми в этом курсе, которые можно отнести к инволюционным или к фильтрам медианам, мы с вами завершили. И следующая часть, о которой нужно поговорить, это возможность использования некоторых ухищрений для того, чтобы картинки в презентации выглядели лучше. Конечно же, после того фильтра, который я сейчас расскажу, картинки мы не будем иметь право считать, но если кто-то делал презентацию на проекторе, наверняка обращали внимание, что картинка, которая очень четко, хорошо видна на экране, на проекторе с тем же самым разрешением может быть видна гораздо хуже. И для подготовки таких изображений, чтобы детали при докладе не потерялись, можно применять так называемую нерезкую маску. Опять же, еще раз скажу, что после нерезкой маски вы не можете публиковать изображение, это изображение только для демонстрации. Что из себя представляет нерезкая маска? Так как наше зрение выделяет объекты исключительно за счет изменения яркости контуров, то для нашего зрения увеличение перепада между какими-то контурами равносильно увеличению возможности эти объекты увидеть. и ради интереса возьмем опять же нашу картинку с в данном случае корабликами и посмотрим, что нам будет давать. Я сделаю дубль этой картинки и работать буду на ее дубле. Фильтр под названием нерезкая маска. Работу я его сейчас еще объясню. Фильтр нерезкая маска находится в фильтрах процесс, фильтры Unsharp Mask. Выбираем его, говорим Preview, говорим ОК. И давайте сравним теперь две картинки. Согласитесь, вторая картинка кажется более четкой, хотя никаких деталей мы конечно не добавили. Более того, название корабля здесь уже прочесть стало гораздо проще. Давайте посмотрим при большем увеличении чего этот фильтр нам сделал с изображением. видно, что вокруг каждого контрастного объекта у нас появились зоны, где этот объект дополнительно контрастирован. Вокруг темных объектов светлый бордюр, вокруг светлых объектов темный бордюр. За счет чего эти картинки нам теперь кажутся более четкими, более контрастными. Почему считать мы после этого не можем понятно. Мы данные численно испортили. почему их можно показывать на проекторе тоже стало понятно. Проектор к сожалению немножечко портит вот эти переходы между цветами и чаще проектор на самом деле не 8-битные а 6-битные то есть еще и количество яркости на них меньше. И для того, чтобы картинка выглядела хорошо, можно применить вот такой подход. Опять же только для демонстрации. Как этот фильтр работает? Когда начиналась эпоха фотографии наверняка видели старые фотографии они очень такие четкие и даже без ретуши кажутся очень хорошими очень резкими очень высокого разрешения хотя казалось бы самое начало. Придумали что можно сложить два изображения. Одно изображение размытое и инвертированное негатив и сверху сложить изображение уже позитива. Что получится? В случае оригинала у нас с вами яркость меняется очень не сильно между какими-то переходами и линейно. После сложения с размытым изображением мы с вами получаем вот такие дополнительные островки где у нас чуть больше ярко становится причем она возвращается на исходный уровень либо чуть меньше причем она возвращается на исходный уровень. Ну и почему не резкая маска откуда такое название фильтра взялось тоже понятно. они использовали дополнительное размытое инвертированное изображение для его получения. После как мы поговорили с вами об этих фильтрах нам придется перейти к фильтрам так называемым частотным. Что такое частотные фильтры и что вообще такое частотное преобразование? Дело в том что любые данные можем представить при помощи нескольких подходов. Первый подход мы можем представить данные как просто набор чисел. Давайте попробуем представить какие-то данные как ну скажем численные значения 0 1 3 1 0 минус 1 минус 3 минус 1 0 и так далее. С другой стороны если я графически эти данные изображу понятно что это будет синусоидом. и я могу либо теперь передавать очень длинную строчку данных повторяющихся на самом деле либо я могу сказать что я хочу рассказать о синусоиде с фазой равной какому-то значению частотой равной какому-то значению и амплитудой равной какому-то значению. Согласитесь что данные что переданные в числовом формате в таком виде что переданные в частотном виде абсолютно равнозначны. И более того данные переданные в частотном виде могут мне заполнить промежуточное значение если я например хочу узнать какое у меня значение должно быть вот здесь или вот здесь в случае если у меня это синусоида ну тут никаких сложностей нет. На самом деле если говорить о теории Фурия преобразований суммируя ее для короткого понимания можно сказать что любую функцию то есть любое изменение вот этих чисел можно передать суммой синусоид. Предположим у нас есть две синусоиды сложные между собой и картинка становится несколько сложнее. но опять же мы это можем описать как фаза частота и соответственно интенсивность первой синусоида фаза частота и интенсивность второй синусоида и так далее. И понятно что если мы теперь будем разбирать эту картинку на два компонента вот у нас с вами первая синусоида давайте я наверное сделаю зеленым чтобы было лучше видно. И у нас есть еще один компонент более высокочастотный вторая синусоида. Если мы их с вами сложим мы как раз получим вот эту синюю огибающую. Что нам позволяет сказать теорема Фурия? Что любую функцию самую сложную какая бы у нас она ни была мы можем представить с абсолютной точностью при помощи бесконечного количества отдельных синусоид. То есть мы можем сказать что у нас эта функция похожа скажем первая синусоида где-то вот такая вторая скажем вот эта высокочастотная составляющая третья еще что-то четвертая еще что-то и получив теперь набор вот этих данных мы можем восстановить нашу исходную функцию пока у нас функция была с вами одномерная картинки у нас двухмерные или трехмерные но на самом деле мы можем любое изображение рассматривать теперь как массив наших точек давайте попробуем это графически изобразить у нас есть некая наша картинка в виде двумерного массива соответственно наших значений и мы можем преобразовать их теперь опять же в двумерную представление частотное каким образом мы можем взять две оси называться это будет страшным названием к пространству фурья нам это не очень важно но предположим что у нас изображение состоит из чередующихся полос идущих в этом направлении если мы проведем теперь вот линию горизонтальную то понятно проекция на эту линию всей картинки даст нам синусоиду с определенной частотой с определенной фазой и мы в принципе можем теперь отложить эти значения в этом условном к пространстве частота это расстояние от центра дальше то есть частота здесь будет скажем 0 герц или чистов или пускай будет у нас циклов на какое-то расстояние здесь пускай будет условно там не знаю 1000 и мы знаем теперь что мы мерили нашу картинку вот по этому направлению и частота у нас скажем не знаю 250 циклов на шаг и давайте мы здесь отложим вот мы отложили одну точку но мы не знаем с какой стороны нам считать поэтому это может быть плюс скажем 250 да ну и словно говоря минус скажем 250 какую сторону будем частоту считать неизвестно вот эти две точки в этом к пространстве фурье однозначно нам позволят восстановить нашу картинку давайте усложним структуру давайте мы добавим сюда с вами еще тоже синусоиду но идущую вот в этом направлении теперь если мы будем с вами мерить проекцию нашего изображения вот на эту ось мы видим что здесь есть и предположим та же самая частота и нам тогда придется отложить на пространстве фурье точно так же две точки уже по этому направлению если у нас сюда в эту картинку добавится еще что-то более сложное например у нас есть еще вот такие тоже набор частот частота та же самая нам придется поставить точки уже по этому направлению соответственно вот здесь и вот здесь ну и понятно что мы получили теперь двумерный способ описания всех частот внутри изображения, где положение в этом k пространстве это частота, с которой идет наш синусоид. Яркость точки это интенсивность. Ну и нам придется использовать комплексные числа для того, чтобы записать еще фазу, потому что на двухмерной плоскости понятно три значения, мы никак не можем с вами разместить, только два. Ну, условно говоря, мы добавляем еще вот это вот значение. Так как интересно, что с математикой это как раз имеет некий смысл, то это считается чуть проще, но идея понятна. Давайте посмотрим, можем ли мы теперь восстановить из вот этого k пространства Фурье обратно картинку. Предположим, у нас есть с вами некое значение, где у нас с вами есть раз, два, три, четыре, пять, шесть точек. Можем ли мы с вами теперь, зная только эту картинку, сказать, что у нас на самом деле на исходном изображении? Можем. Нам нужно всего лишь взять синусоиды по этому направлению, по этому направлению, по этому направлению и по этому направлению и их сложить. Ну и понятно, что мы здесь получим некую структуру с раз, два, три, четыре, четырехгранной симметрии. В принципе, можем восстановить наше исходное изображение достаточно четко. Понятно, что не все наши изображения это только синусоиды и это несколько сложнее, но тем не менее идея понятна. Возвращаясь к первой картинке. Предположим, что кроме интересующей нас структуры у нас еще есть какая-то регулярная, какая-то регулярная частота, какое-то регулярное изменение нашей картинки, которая нам мешает. Предположим, мы снимали, а у нас с вами свет мигал, 50 герц было. И вот желтым я здесь обозначил некие затемнение на картинке, которые нам мешают. Мы можем увидеть эти затемнение на картинке и в пространстве фурье. Если это было 250, то это будет где-то, скажем, вот здесь и вот здесь точки. И на самом деле, смотрите, что мы можем сделать. Мы теперь можем вычесть из нашего изображения вот эти вот мешающие нам значения. Просто их убрав в пространстве фурье, сделав обратное преобразование, за счет чего мы вот эти вот мешавшие нам регулярные структуры сможем просто убрать и восстановить наше изображение. Согласитесь, другими способами в обычном нашем численном пространстве мы это сделать не можем. Преобразование в частотное пространство, вычитание каких-то приемных частот позволяет нам это сделать. Звучит страшно, но давайте посмотрим теперь это на реальных картинках и что при этом будет происходить. Наша исходная картинка представлена вот здесь и то, как будет выглядеть эта картинка в пространстве фурье представлена здесь. Видно, что картинка сложная, поэтому отдельных точек, конечно, нету, но так как сосуды многие проходят под одной и той же части, то вот здесь вот видны такие небольшие, более яркие участки. Собственно, это шаг этих сосудов, он более-менее ровный. Плюс у нас есть вот такие вот зоны, сейчас я попробую другим цветом их отметить, которые чуть темнее, чем окружающие. И вот здесь мы видим как раз для этих зон вот еще два ярких пятна. Теперь мы можем это изображение в частотном пространстве отфильтровать. Например, нас не интересуют вот эти вот зеленые пятнышки. Да, они нам, например, мешают. Мы хотим их убрать. Предположим, что какие-то дефекты ткани, например, были бы. Мы можем сказать, что все низкие частоты, вот эту часть, мы хотим просто отрезать. И вырезая таким образом все эти частоты, делая обратное преобразование, посмотрите, эти зоны по яркости теперь не отличаются. Или наоборот. Мы хотим убрать все высокие частоты, отрезать все вот этого. Оставить только низкие частоты и посмотрите, как теперь хорошо видны эти изменения яркости. Где это можно применить в реальной жизни? Предположим, у вас есть препарат, который вы сняли, какой-то красивый препарат, но выглядит он вот так. Здесь есть какая-то регулярная структура. Например, у вас очень тонкий препарат, и вы можете увидеть кольцо Ньютона. Например, у вас лампа не очень хорошо работает, и 50 Гц вы видите, или какие-то другие регулярные возникающие дефекты. Что можно здесь сделать при помощи частотных фильтров? На самом деле мы можем убрать с вами как вот эти низкочастотные, видите, здесь повторяющиеся есть пятнышки, так вот эту вот высокочастотную рябь. Будем ее взять, например, красным цветом, которая тоже видна на картинке. Потому что если мы будем такую картинку сегментировать или пытаться изучать, понятно, что эти дефекты освещения нам очень сильно испортят возможность с ней работать. Ну и давайте мы это с вами сделаем. У нас есть наша исходная картинка. Мы получили преобразование Фурье. И посмотрите, вот эта высокочастотная рябь, которая здесь есть, вот она. Да, она у нас идет, если мы посмотрим вот так по диагонали, ну и, собственно говоря, также по диагонали у нас расположены и эти две точки. Дальше. У нас есть низкочастотная рябь, которую мы видим, которая идет, другим цветом ее отметим, вот так. Соответственно, нам нужно искать с вами вот на этом расположении какие-то значения. Ну и, собственно говоря, эти значения, вот они, вот эти две точки низкочастотные. Плюс здесь есть еще одна мини-видимая рябь, которая занимает вот здесь вот еще две точки. Если вы посмотрите, на самом деле здесь есть еще рябь, ведущая вот в этом направлении. Если мы теперь на нашем частотном представлении эти точки просто удалим, вот мы удалили высокочастотную составляющую, вот мы удалили низкочастотную составляющую, удалили дополнительную рябь, которая нам мешала, то изображение, которое мы в итоге получим, уже в большинстве своем не имеет этих неприятностей. Низкочастотную рябь мы с вами устранили, высокочастотную рябь устранили, ну и картинка получилась более-менее уже хорошая. Давайте попробуем то же самое сделать с реальным изображением. Для примера я могу взять либо ту же самую картинку, либо давайте я возьму картинку, полученную с нашего уже микроскопа, по-настоящему абсолютно имеющую вот такую вот неприятность. Как видите, здесь есть регулярные полосы, они, мягко скажем, сильно портят жизнь. И давайте мы для этой картинки получим прежде всего ее частотное представление. Для того, чтобы работать с частотными фильтрами, мы должны пойти в меню процесс, обработка, в меню частотное преобразование, Fast Fourier Transform, FFT, и здесь первый же пункт FFT, быстрое преобразование Fourier. Нажимаем, вот мы с вами получили это изображение. И, как видно, здесь есть пятна, которые как раз могут свидетельствовать о наличии этой частоты. И мы можем ее при необходимости с вами просто брать. Каким образом? Можем ли мы с вами просто темным цветом эти пятна закрасить? Нет, потому что мы интенсивность убираем, но фаза, частота у нас осталась. Мы можем домножить эти значения на 0. Таким образом, есть возможность их убрать. На этой картинке вы видите выраженные пятнышки, которые можно, в принципе, отсюда удалить. Ну и давайте мы попробуем это сделать. Вот пятно номер 1. Мы домножим его просто в математика. Домножить 0. И точно так же, с другой стороны, пойдем в процесс математика. Домножить 0. После этого мы можем сделать с вами обратное преобразование Fourier. Ну, на самом деле, можем эту картинку просто еще раз сделать прямое преобразование Fourier. Это будет то же самое. И изображение, которое мы получили, как видите, уже лишено этого недостатка. У нас нету этих полос. Я, к сожалению, не очень ровно выделил эти точки, поэтому кое-где здесь еще видны эти места. Но, в общем и целом, если мы теперь будем сегментировать это изображение, конечно же, при сегментации нижнее изображение будет гораздо лучше и удобнее. Если будут желания, можете написать в комментарии. Я могу показать обработку еще каких-то картинок, где преобразование Fourier может быть полезно. Но, как видите, для того, чтобы убрать какие-то структуры регулярные, оно прекрасно подходит. Более того, мы можем с вами какие-то структуры отфильтровать. То, что мы с вами делали вручную, мы можем сделать автоматически. Процесс преобразования Fourier. И здесь есть возможность сделать так называемый полосовой фильтр. Где мы можем указать, какие размеры минимальных, максимальных структур нас интересуют. Хотим ли мы удалить вертикальные, горизонтальные, если у нас есть нервномерности. И, более того, мы можем показать, какой фильтр здесь получился. Нажав ОК, мы оставили только структуру, например, мелкие. Вот фильтр, который мы с вами использовали. Если мы с вами знаем размеры структур, которые нас интересуют, мы можем их преимущественно на нашем изображении, ну, скажем так, отконтрастировать. К сожалению, это преобразование в таком виде не является количественным, в отличие от удаления каких-то определенных частот. И нужно еще обратить внимание, что если ваши структуры имеют такое же расстояние, как и вот это рябьное изображение, то убрав эти частоты, вы их тоже уберете. То есть, конечно, пользоваться частотным преобразованием нужно с известной осторожностью. Тем не менее, если вы уже отсняли ваши картинки и вам деваться некуда, у вас есть вот такая рябь, вам придется применить этот фильтр, но это придется описывать в материалах и методах. К сожалению, данное преобразование, этик обработки изображений уже не позволяет без этого обойтись. С другой стороны, если вы используете этот фильтр только для того, чтобы получить маски вашего изображения, а тигментировать его, ну, тут, в принципе, мы вольны делать любые преобразования, чтобы получить маску, потому что подтверждением того, что это достоверно, это наложение маски на исходное изображение. Если он действительно выделяет те области, которые вы хотели, здесь все прекрасно. Таким образом, применение этих фильтров может быть вполне оправдано. И я покажу еще один случай, где их можно применять, но, конечно, лучше изображение просто переснять. Предположим, вы сделали большую-большую сшивку из картинок. Вы не собираетесь на этой сшивке ничего количественно в дальнейшем считать по яркости. Например, только клетки подсчитать нужно. Но при съемке на микроскопе вы не получили кадра вашего поля зрения без препаратов. И обратите внимание, все погрешности освещения при сшивке стали очень хорошо видны. Вот они. Да, по краям. С другой стороны, так как вы снимали все время одинаковый размер поля зрения, то эти погрешности – это не что иное, как некая частотная составляющая. Низкочастотная причем. И если вы теперь сделаете преобразование фурье с этой картинки и уберете все частоты, которые идут строго по вертикали и строго по горизонтали, картинка, которую вы получите, будет выглядеть уже более привлекательно. Единственное, на что хочу обратить внимание. На то, что если в этой картинке вдруг появляются структуры, которые полностью соответствуют заданным критериям, то эта картинка меняется. К примеру, вот эта часть картинки, видите, получилась более яркой, вместо того, чтобы иметь темный фон, как должно быть на исходной картинке. Вот на этой картинке, видите, кусочек немножко стал более темным. То есть этот фильтр нельзя применять, там нужно потом посчитать точное значение яркости. Но с другой стороны, посмотрите, вот на этот участок, который полностью за счет перепадов яркости испорчен, и его же на полученном изображении. Если нас интересует просто посчитать клетки количественно, поставить на них точки, где клетки есть, этот фильтр вполне применим. Таким образом, мы с вами завершили обзор фильтров, которые применяются в ходе нашего курса, в ходе такой примитивной, рутинной обработки изображений. И у нас теперь есть возможность перейти к традиционной геометрической морфологии. Геометрическая морфология – это попытка описать минимальным количеством значений те различия в положении и форме объектов, которые достаточны для их классификации, для вашего изучения. И прежде всего нам нужно будет обсудить понятие площади и периметра для случаев, когда мы вычисляем общую площадь или периметр, внешнюю площадь или периметр. И, к сожалению, я не знаю, как на русский правильно перевести конвекс-халл. Ну, я видел один перевод, не очень хороший, выпуклая площадь и выпуклый периметр. Объясню, что это означает чуть-чуть дальше. Нам нужно будет поговорить об основной дополнительной оси, которая позволяет нам видеть изменения формы объекта и его расположения. Мы поговорим уже о производных этих значений. Компактность, выпуклость, округлость, плотность. Мы поговорим о возможности измерения расстояния от края объекта. Пример. У нас есть, опять же, клетка, есть митохондрия. Митохондрия могут быть ближе к краю клетки, если необходимо, или дальше от края клетки. Это может быть важным при исследовании каких-то веществ. При помощи подхода, который я расскажу, мы сможем это сделать. И еще одна проблема, которая у нас есть – оценка движения объектов. Где ставить точку, относительно которой считать передвижение объекта? Здесь мы поговорим о точке, которая называется центр масс. Ну и прежде всего, самые ключевые понятия – это понятия, говорящие о общем измерении площади и периметра, внешнем, и измерением площади и периметра, выпуклой оболочки. Что такое общая площадь? Предположим, у нас есть некий объект, мы его с вами отсегментировали, у нас теперь есть бинарная картинка, соответственно, 0,1 или 0,255, как хотите, но внутри этого объекта есть отверстие. Общая площадь – это будет площадь без учета вот этого вот отверстия внутри объекта. Общий периметр – это периметр как снаружи объекта, так и внутри объекта. Внешний периметр и внешняя площадь. Мы применили фильтр, который заливает отверстия. Да, вот этот самый fill holes. И все структуры внутри нашего объекта оказались залитыми. Таким образом, мы теперь меряем с вами только по внешнему краю нашего объекта, площадь – это будет называться внешняя площадь объекта, и периметр – это будет называться внешний периметр объекта. Последнее, что мы можем сделать. Как видите, объект у нас в данном случае с точки зрения геометрии не является выпуклым. У него есть углы, которые имеют значение больше, чем 180 градусов. Да, выпуклый объект, но все углы должны быть, ну, скажем, вот только такие. Угла вот такого вот в выпуклом объекте быть не может. Но мы можем сделать любой объект выпуклым, соединив вот эти крайние точки прямой. И выпуклая оболочка – это необходимое соединение точек объекта таким образом, чтобы объект у нас удовлетворял понятию выпуклого объекта с точки зрения геометрии. Для нашего объекта, к сожалению, мы можем только так линии провести. И это будет выпуклая оболочка объекта, для которой померена площадь, и опять же выпуклая оболочка объекта, для которой померен периметр. Еще раз скажу, что я, к сожалению, не знаю правильного перевода такого понятия с английского языка. Но, вернее, в нескольких книжках есть название выпуклая оболочка. Но, мне кажется, оно немножко не очень объясняет саму по себе суть. Значит, имея вот эти три измерения – площадь, периметр, выпуклый, общий, площадь, периметр, внешний, площадь, периметр, выпуклой оболочки – мы можем уже судить об объекте. Например, мы хотим посмотреть, насколько объект сложно устроен внутри. Есть ли у него внутри отверстие. Каким образом это можно сделать? Можно сравнить между собой площадь, внешнюю площадь и общую площадь. Мы, например, хотим посмотреть, насколько объект компактный. Можем сравнить его площадь или его периметр между площадью внешней и площадью выпуклой оболочки, либо периметром внешним и периметром выпуклой оболочки и так далее. То есть, многие показатели, о которых мы будем дальше говорить, это уже сравнение вот этих исходных первоначальных парфометрических критериев. Оси объекта, основная и дополнительная ось. Здесь есть небольшое недопонимание обычно. С длинной осью все просто. Основная ось – это ось, которая проходит через объект так, чтобы ее длина была максимальной. То есть, вот, например, у нас есть две наиболее удаленные точки. Объект ее прямую не пересекает, и вот можем провести через нее вот эту вот ось. С другой стороны, если бы объект у нас имел бы здесь какое-то вот такое выпячивание, то такую ось мы провести бы не могли, нам пришлось бы провести ось как-то уже вот так, чтобы, опять же, самая длинная часть в нашем объекте показать. Дополнительная ось – это ось, находящаяся по отношению к основной оси под 90 градусов, и точно так же ось, которая смогла нам найти максимальное расстояние. Дальше мы будем работать вот с такими фантомными объектами, которые различаются по своей площади, по своей выпуклости, по своим другим параметрам, и для них будем мерить эти показатели в табличке. В случае нашей программы FIDGE основная дополнительная ось будет называться вот так – major и minor. И, соответственно, мы можем теперь посмотреть, что эти оси показывают нам, собственно говоря, направление объектов. Более того, еще одно численное значение, которое здесь же будет, в этой же табличке, это угол, на который объект повернут по отношению к горизонтальной плоскости. Если у нас есть выпуклые объекты, которые не меняют свой фон, например, бактерии, то можем посчитать для этих бактерий, особенно если они не круглые, а, скажем, вытянутые, преимущественно расположение. Ну, самая такая интересная статья, где это использовалось, есть бактерии, внутри которых есть соединение железа, и эти бактерии выстраиваются к ходу магнитных линий. И понятно, что если мы теперь поместим их в какое-то внешнее магнитное поле, то дальше мы можем для них посчитать просто вот эту вот ось и ее угол. И если они действительно выравниваются по направлению магнитного поля, то угол средний, на который они повернулись, будет примерно соответствовать направлению этого магнитного. То, что касается основной дополнительной оси, это все. И еще один показатель, который, к сожалению, из других мы получить не можем, как производную, это так называемый диаметр феррета, или еще его называют штангенциркульный диаметр. В отличие от основной и дополнительной оси, это диаметр, который меряется как... Если бы у нас был штангенциркуль, и мы с вами просто пытались наш объект путить в этом штангенциркуль. И вот положение, при котором расстояние бок нашего штангенциркуля максимальное при повороте этого объекта, при этом это не учитывает, если наш объект, например, имеет вот какие-то вот такие структуру. Да, основную оси мы здесь провести не можем. У нас есть зона, где объект проходит. А вот диаметр феррета, или штангенциркульный диаметр, в данном случае прекрасно можем с вами померить. Ну и точно так же мы можем поворачивать наш объект, чтобы померить при этом диаметре вторую составляющую, соответственно, диаметр по... В нашей таблице в ФИДЖА максимальный диаметр, диаметр феррета, вот он указан, и для него указан угол поворота объекта. То есть на какой угол нам нужно наш объект повернуть, чтобы штангенциркульный диаметр был максимальный. Дальше. Минимальный диаметр, это все понятно, но еще есть диаметры по х и по у. Когда мы объект наш никак не вращали, а просто померили. Вот так и вот так. Соответственно, феррит по х, феррит по у. Ну и минимальный диаметр феррета, это когда вы вращаете ваш объект, и в каком-то месте у вас расстояние между губками вашего штангенциркуля минимально. Вот, соответственно, последнее значение, это минимальный диаметр феррета. Понятно, что уже имея такое небольшое количество показателей, мы можем работать с достаточно большим количеством объектов и получать возможность их классификации. Для объектов внизу, опять же, те же самые 8 объектов, мы их будем еще несколько слайдов видеть, посчитаны эти расстояния, посчитан угол, и, как видите, у них угол у всех примерно одинаковый, исключением первого, потому что он округлый, и здесь сложнее сделать, что позволяет, в принципе, их ориентацию достаточно хорошо увидеть. Минимальный, максимальный диаметр феррета не учитывает вот эти вот углубления, поэтому для, скажем, 8 и 4 они очень похожи в отличие от осей. Ну и дальше мы должны перейти уже к показателям, которые высчитываются как соотношение первичных показателей. Например, можем посчитать соотношение сторон нашего объекта. Причем соотношение сторон может быть посчитано как по осям, и это вот aspect ratio, посчитанное по осям, так и по диаметрам феррета. Понятно, будем ли мы учитывать внутри объекта какие-то вещи, какие-то впячивания или нет. Потому что штангенциркульный диаметр вот у нас, а если мы говорим про ось максимальную, то, скажем, как-то вот так она, во-первых, пройдет. И соотношение сторон – это просто деление основной оси на дополнительную ось. Понятно, если у нас объект круглый, то значения здесь у нас будут одинаковые, и соотношение сторон тогда будет равно единице. То есть для круглого объекта соотношение сторон – единичка. Если объект, скажем, уже как-то вытянут, то оно будет меньше единицы. Чем удобно это значение? Как многие морфометрические значения, оно нормализовано. То есть оно будет иметь значение от нуля до единицы, где единица – объект, условно говоря, круглый, и нолик – объект абсолютно не круглый. Понятно, что абсолютно не круглых объектов быть не может. Это будет стремиться к нулю. Ну, скажем, опять же, мы уже можем сказать о том, какие значения у нас здесь могут встретиться. Следующее – это так называемая компактность. Мы можем посмотреть, насколько площадь нашего объекта близка к площади круга с тем же самым периметром. Если у нас объект круглый, то, соответственно, у нас компактность будет тогда равна единице. Если объект немножко не круглый, у нас есть какие-то впячивания и так далее, мы это сможем учесть, потому что формула компактности здесь представлена. Единственное, на что нужно с этой формулой обратить внимание, это то, что название этого показателя Фиджа будет вот таким – циркулярить. Еще будет один показатель, который будет называться раундность, а круглость – я покажу немножечко другую формулу для подсчета. Здесь мы смотрим площадь объекта, площади круга с тем же периметром. Следующий показатель – как раз-таки округлость. Давайте я ради интереса просто возьму предыдущую формулу, скопирую ее и поставлю рядом, чтобы мы могли сравнить компактность и округлость, потому что это очень часто вызывает некие затруднения. Посмотрите, верхняя часть одинаковая, а внизу у нас теперь не просто периметр объекта, а выпуклый периметр объекта. То есть мы теперь сравниваем эти объекты, если мы их сделаем выпуклыми. И понятно, что в этом случае пара объектов верхний и нижний у нас будут примерно одинаковые. Смотрим. Первый объект и пятый объект. Более-менее похоже. Последние объекты берем. Четвертый и восьмой. Тоже более-менее похож. Предыдущий же показатель у нас учитывал все вот эти вот маленькие падинки внутри нашего объекта. За счет чего, например, четвертый объект и восьмой объект очень сильно отличались. Понятно, что мы можем сделать еще более сложный показатель. Мы можем разделить компактность на округлость. Или на самом деле лучше делить округлость на компактность, потому что значения у нас тогда опять будут нормализованы от нуля до единицы. И мы сможем сказать, насколько этот объект у нас имеет такие падинки. Следующий показатель, который мы можем с вами встретить. Выпуклость. Ну, здесь все понятно. Периметр внешний на периметр выпуклый. Мы делим выпуклый на внешний, потому что больше, чем выпуклый у нас быть не может, только меньше. Опять же, показатель у нас нормализованный. И здесь мы тоже можем сравнивать наши объекты между собой. Еще один показатель, который тоже может быть важен. Плотность объекта. По-английски в нашей программке она будет отображаться как Solidity. И это площадь общая на площадь выпуклую. То есть, насколько много в этом объекте у нас вот таких впадинок, но посчитано немножечко по-другому. И дающая нам меньшую разницу между, скажем, четвертым и восьмым объектом. Но, тем не менее, они, естественно, различаются. Но дающие нам большую разницу между вот этим набором объектов целиком и вот этим набором объектов у нас. Значение максимальное, которое есть, 0,78. Здесь значение минимальное, которое есть, 0,86. Понятно, что эти значения используются для подсчета немножечко разных показателей. Ну и говоря об основных показателях нормометрических, в принципе, мы можем на этом и завершить. Единственное, что нам остается из показателей, которые наша программка рассчитывает, это так называемый центр масс. Что такое центр масс и зачем он нам нужен? Представьте, что мы взяли наш объект и сделали из него при помощи, скажем, тонкой пластинки металла, вырезали ее по контуру. И теперь мы при помощи иголочки ищем на этом металлическом, уже на этой металлической пластинке, точку, где эта металлическая пластинка будет полностью уравновешена. Так называемый центр масс. Единственное, что здесь нужно сказать, что если у нас, скажем, объект какой-то вот такой, то центр масс у него может лежать вне него. То есть, если мы хотели уравновесить такую пластинку, нам бы иголочку пришлось бы разместить где-то вот здесь. Чем центр масс удобен? Если вы хотите определить, например, движение, какую-то структуру, которая имеет жесткий скелет, ну, не знаю, пускай там будет инфузория какая-нибудь, бактерия, которая не меняется и не делится, тогда вы можете взять любую точку вашего объекта как точку, по которой вы считаете движение. С другой стороны, если у вас объект имеет, ну, такие, амибоидные очертания, причем понятно, что, первое, если мы берем иммунную систему человека, тоже у нас такие объекты есть, это не только зоология безпозвоночных, то тогда у нас возникает вопрос, объект остался на месте, изменил свою форму, или объект передвинулся? Как посчитать? Как раз-таки высчитывание вот центра масс внутри этого объекта позволяет нам достаточно легко сказать, что произошло с объектом. Он просто поменял свою форму, оставшись на месте, или все-таки произошло движение, перемещение значимой части объекта в каком-то направлении. Поэтому в этой табличке, когда вы будете считать ваши объекты, у вас появится еще один пунктик, который будет называться центр масс. Если у вас есть теперь последовательность картинок по времени, отслеживая центр масс для каждого объекта, вы можете сказать его передвижение. Ну, дальше можно считать уже дополнительные показатели, так как изменение координат по времени вы получите скорость, изменение скорости по времени вы получите ускорение, и все, что хотите, дальше можно уже считать достаточно легко. Однако, в некоторых случаях у нас возникает необходимость посчитать, каким образом происходит перемещение каких-то структур внутри нашего объекта. Если объект очень сложный, например, вот такой, понятно, что подсчет произвести напрямую затруднительно. Мы, конечно, можем взять центр масс и посчитать расстояние от центра масс, но, посмотрите, вот это вот расстояние от центра масс небольшое, но это уже поверхность объекта. А вот это расстояние от центра масс громадное, но это все еще что-то, находящееся внутри объекта. Поэтому выход, который мы можем здесь себе позволить, это использование так называемой карты нивклидового расстояния. Что это такое? Посмотрите, наш объект остался, как и был, но цветом мы теперь смогли закодировать расстояние от поверхности нашего объекта до структуры, находящейся внутри него. Как это можно сделать? Давайте мы с вами возьмем наш объект. Предположим, что объект у нас как-то вот так выглядит. Для примера. И сделаем для нашего объекта операцию, которая нам уже знакома, бинарную, которая позволяет нам объект уменьшить на одну точку по краю. Эрозия. Объект я не совсем правильно, конечно, нарисую в некоторых случаях для уменьшения времени, которое на это потратится. Ошибся. Но объект мы с вами смогли уменьшить на одну точку внутри. Давайте мы теперь сделаем еще одну операцию. Эрозия для нашего объекта. А теперь закрасим с вами получившийся объект разными значениями. Скажем, для внешнего вот этого первого контура мы поставим значение единичка. Фон у нас равен нулю. Вот это у нас равно теперь единичке. Красный контур у нас теперь равен, скажем, двум. Ну и желтый контур у нас равен, например, трех. Таким образом, если у нас что-то внутри нашего объекта, какая-то точка нас интересует, мы теперь можем просто посчитать на этой карте расстояний, на какое значение он пришелся. На значение два, значит, он на одну точку отстоит от края. На значение один, значит, он лежит на краю. На значение три, значит, он на три точки, самая короткая, будет от нашего края находиться. Как это сделать в программе? Давайте посмотрим. Для нашей программки мы с вами возьмем что-нибудь, например, те же самые наши объекты, которые мы с вами уже использовали. И давайте возьмем, например, вот этот крайний объект, четвертый. Так как он наиболее сложно устроен, он наиболее, наверное, нам будет интересен. Я просто его выделю. Я сделаю дубль именно этого объекта. Так как у меня в нем стоит циферка, я просто заполню в нем отверстие. Сделаю его сейчас бинарным. Just. Threshold. У меня белый фон. Говорю apply. У меня теперь объект действительно только черный и белый. Я теперь для объекта делаю заполнение отверстий. Процесс. Бинарная операция. И заполнение отверстий. После этого я делаю для объекта операцию построения карты эвклидового расстояния. Идем в процесс. Идем в бинарные операции. И здесь есть функция, которая называется distance map. Если мы на нее нажимаем, мы получаем вот такое теперь для нашего объекта представление. К сожалению, мы глазом не очень хорошо видим разницу в яркостях, но мы можем использовать заполненную карту цветов. То есть, каждой яркости нашего объекта какой-то цвет представить. И, например, сделать это... Сейчас найду какую-нибудь подходящую нам карту. Вот. Пожалуйста, карта цветов, где каждые четыре оттенка яркости еще зафиксированы цветом. И, как вы видите, в принципе, наш объект здесь полностью видим, полностью восстановленный. Более того, мы теперь можем внутри нашего объекта какие-то участки померить. Предположим, что внутри нашего объекта находились, например, интересующие нас тоже метафондрии. И они у нас вот таким образом отмечены. Если мы теперь померим в нашей программе, что у нас оказалось внутри этого выделения, то мы увидим, что у нас есть значение средней яркости 14.05. Что это означает? Означает, что в среднем этот объект расположен на удалении 14 точек от края объекта. Давайте возьмем еще какой-нибудь объект, посчитаем где-нибудь ближе к центру. Тоже померим. И здесь удаление от края уже 28 точек. Ну и где-нибудь здесь померим. Получим с вами, что расстояние от края в среднем 34 точки. Таким образом, мы получили возможность после бинарализации нашего объекта закодировать цветом расстояние от края нашего объекта. И теперь мы можем с вами считать для наших интересующих нас частей изображения не только морфологические показатели, о которых мы говорили, но и как раз их расстояние. И, к примеру, давайте возьмем вот такой перерисованный, к сожалению, мной со статьи пример. Это как подсчет, опять же, тех же самых визикул внутри клетки. Они могут быть круглыми, они могут быть слегка вытянутыми. И, предположим, нас интересует с точки зрения биологии задача узнать среднее расстояние визикул от края клетки. Поставив такую эвклидовую карту расстояний, посчитав среднее расстояние, мы можем получить, например, вот такую вот гистограмму. И видно, что на этой гистограммке есть, например, два пика, которые нам пока не очень понятны. С другой стороны, мы можем теперь классифицировать эти объекты по какому-нибудь показателю. Например, по соотношению сторон, либо по округлости. Понятно, что круг будет единичка, все, что будет чуть менее округлое, будет не единичка. Если мы видим, например, в нашем микроскопе на глаз, что у нас есть округлые структуры, и структуры слегка вытянутые, разумно предположить, что, может быть, есть какая-то разница. Если мы теперь делаем с вами график, где по одной оси у нас расстояние от центра, либо расстояние от края объекта, чтобы нам будет несколько лучше, по другой оси у нас, например, округлость, то мы видим, что у нас получается, условно говоря, два кластера. Понятно, что теперь, померив то же самое для большого множества клеток, мы можем уже достоверно сказать, что, скажем, происходит вот такое изменение, что, например, у нас вытянутые, пускай в данном случае, некие мембранные структуры будут находиться ближе к краю клетки, а, скажем, круглые будут находиться ближе к центру клетки. Ну, это может иметь какое-то биологическое значение. Следующая большая тема, которую мы сегодня сможем, наверное, только начать, вряд ли мы ее сможем завершить, это оценка яркости объектов, которая либо происходит от свечения самих объектов, например, в флюицентной микроскопии, либо от поглощения прошедшего через них света. Например, микроскопия с использованием классических гистологических красителей, либо каких-то хромогенов, например, диаминобензидина, если мы говорим о использовании изображений после обработки для иммунки. Более подробно про работу с иммуногистохимией я буду рассказывать на курсе по иммуногистотехнике. Но понятно, что, в принципе, яркость окраски, что в случае флюоресценции, что в случае хромогенных окрасок, каким-то образом коррелирует с количеством эпитопов, которые были найдены на нашем препарате антителами. Поэтому нам нужно будет поговорить о том, что мы можем из изменения яркости в данном случае получить, о чем мы имеем право говорить, как о достоверных померениях. Понятно, что яркость проходящего света будет, естественно, закону Белла-Ламберта подчиняться, и, в принципе, мы можем его выразить не только в неких единицах, там, не знаю, 0,255, которые нам не очень понятны, но и в единицах так называемой оптической плотности, которая позволит нам изображение между собой сравнивать. Мы поговорим с вами о оценке яркости для флюоресценции и подводных камней, которые здесь имеются в качестве нелинейности. Мы с вами поговорим о калибровке изображения теперь уже по яркости. Помните, мы с вами калибровали изображение на размер отдельной точки и мерили уже в реальных единицах измерения, например, в микронах, в сантиметрах, еще в чем-то. Точно так же можно откалибровать и яркости. Если вы, например, знаете количество белка и яркость, которая у вас получается при этом, пускай это будут даже не микроскопические изображения, например, гель, вы можете откалибровать ваше изображение в единицах количества белка. Нам нужно будет поговорить о визуализации слабых изменений яркости. Только что мы видели применение псевдоцветов, когда каждой яркости изображения мы еще придали цвет, за счет чего мы лучше ее смогли увидеть. Но есть и другие подходы, как, например, построение графиков оптической плотности либо графиков яркости чаще всего без калибровки. Мы должны будем поговорить о применимости таких измерений для количественных измерений, что мы можем на самом деле сравнивать и где есть сложности. Мы должны будем поговорить о систематической потере яркости для объектов на пределе разрешения и для объектов на пределе яркости, которые микроскоп наш снимает. И после этого мы сможем перейти, наконец-таки, к пространственной деконволюции изображений, что это заметно, как работает, каким образом его можно применить. Яркость. Закодированной ей может быть очень много. Это может быть напряжение на мембране, количество кальция, размер какого-то объекта, если мы говорим о изменении размера меньше разрешения нашего микроскопа, или, как в данном случае, реакционная активность определенного фермента на свежем срезе глаз. Фермент этот, это цитохромоксидаза. Понятно, что то место мозговой ткани, которое будет требовать больше метаболической активности, должно обладать большим выходом продукта. Соответственно, это может быть либо увеличение количества белка, либо, на самом деле, так как он регулируется, может меняться его реакционная активность. Это можно визуализировать. Мы можем использовать специальный хромоген, тот же самый диаминобензидин с небольшими добавками, чтобы увидеть, насколько этот фермент реакционно активен на вот таком срезе, например, головного мозга. И понятно, что здесь мы можем, в принципе, перевести яркость, например, в единице активности этого фермента, и дальше смотреть эту картинку не просто как изображение определенной яркости, а как изображение с какой-то активностью фермента. Либо, если у нас нет возможности откалиброваться, нет точек с известной активностью, можем сравнивать между собой некоторые зоны. Например, мы можем взять вот эту зону на препарате, померить ее в сравнении с этой зоной и сказать, насколько сильно изменяется в данном случае реакционная активность этого фермента. Ну, а косвенно судить о том, насколько сильно работали нейроны. В данной области. Понятно, что эти изменения здесь видны не очень хорошо. Яркость, перепад небольшой. И мы можем поступить несколькими способами. Первое. Мы можем преобразовать картинку в черно-белую. Тогда, вне зависимости от цвета, мы сможем одинаково оценивать изменение яркости. Второе. Мы можем использовать преобразование картинки в какие-то цвета, которые позволят нам гораздо лучше глазом увидеть эту контрастность. Мы в красном видим гораздо больше контрастности, поэтому изменение палитры чуть-чуть более в красный цвет позволит нам эти области видеть гораздо более четко. Ну и последнее. Мы можем теперь просто к каждой яркости, к каждой точке приписать какой-то цвет. И понятно, что тогда такие эти зоны будут видны еще лучше. Если вспомните картинки позитронно-эмиссионной томографии, например, то использование таких псевдоцветов, оно очень часто происходит, и оно оправдано, потому что малое изменение яркости глазом мы увидеть не можем. А цвета мы очень хорошо различаем, и небольшое изменение цвета нам уже позволяет выделить какие-то объекты. Ну и последнее, что мы можем сделать с нашим изображением, не относящимся к цветам, это мы можем взять вот эту вот зону на нашей исходной картинке и построить так называемый график оптической плотности. То есть для одной строки полученного изображения посмотреть среднюю яркость. Для следующей строки посмотреть следующую яркость. И видно, что здесь, например, вот есть дырка в ткани, и вот пик на графике. Есть вот эти зоны меньшей и большей яркости, и вот, соответственно, на графике они также есть. Чем удобен график? Во-первых, можем теперь количнево посчитать размер этих зон. Можем привести какую-то линию и сказать, что все яркости больше какой-то. Это, скажем, белые, условно говоря, зоны, где мало активность фермента. Все, которые ниже, это, условно говоря, черные, это где эта активность больше видна. Ну, это, конечно, прекрасно видно на каких-то срезах, например, в баррельного поля грызунов, но, в принципе, можно много препаратов использовать. Давайте посмотрим, как реально в программе можно сделать все эти действия. Я открою эту же картинку, которая у нас была. И первое, что я попытаюсь с ней сделать, это показать, как ее преобразовать вначале в черно-белое изображение, а потом, как можно применять разные псевдоцветы. Так как картинка на обычный микроскоп снята, на цветную камеру еще, понятно, что информация о цвете здесь нам ничего не дает, это окраска диамином-бензидином. Можем пойти в изображение image, брать тип и сказать, что мы хотим работать в данном случае с 8-битным изображением. Камера была в то время еще плохой. 8-бит. Картинка черно-белая, но в черном, в принципе, мы достаточно неплохо видим эти области. Теперь мы можем их раскрасить, используя такое вот меню. Look up table. Табличка преобразования цветов. И, например, сделать какую-то таблицу. Что мы при этом с вами получили? Давайте вернемся к ферму, и я покажу, где можно эти таблички увидеть. У нас есть возможность пойти в изображение image и вот эти же таблицы цветов. Либо пойти в изображение image цвет color. И здесь мы можем с вами вызвать редактор этой таблицы. Вот черно-белое представление. Видите, яркости у нас просто растут. В общем-то, и при этом ничего больше не меняется. Давайте мы теперь эту картинку преобразуем в какую-то табличку цветов. Посмотрим, как теперь будут меняться эти же яркости. Возьмем, например, спектр. Пойдем теперь с вами в image color. Кап table. И, как видите, у нас теперь каждой яркости, которая была, присвоен свой цвет. И в зависимости от того, какие мы с вами хотим детали на нашем объекте, вы видите, можем цвета поменять. Можем вручную любой цвет заменить. Можем использовать градиентные переходы, если хотим. Я тоже это покажу. Display. Вот какие цвета у нас установлены в системе. И в данном случае, так как это градиентный переход, его тоже увидеть. Внизу яркость, например, 255. Наверху цветом обозначены изменения всех цветов. Понятно, что внизу при таком переходе мы получаем с вами спектр цветов. Таким образом, с использованием таблиц всех цветов, я думаю, что все более-менее понятно. Давайте вернемся к серому цвету. И попробуем построить график яркости. Выделим какую-то область на нашем изображении. Например, вот эту область. Положим, нас больше всего интересует. И теперь мы можем с вами пойти в меню «Анализ». И здесь будет «Plot Profile». Оказывается, построение профиля оптической, в данном случае, не плотности, а яркости. То, что мы с вами получили, график, который однозначно совпадает с нашим изображением. Если бы изображение было откалибровано, то дистанция была в микронах. Если бы изображение было откалибровано по яркостям, то значения были бы тоже значениями, например, оптической плотности или яркости, а не некими единицами серого. Тем не менее, мы получили вполне себе хороший график. И если вы захотите его опубликовать, вы можете сделать его гораздо лучшего качества, если есть кнопочка «Дополнительно». И есть возможность для этого графика получить график высокого разрешения. Который, как видите, уже выглядит гораздо лучше. Для публикации это уже вполне себе пригод. Какие подводные камни здесь есть? Этот график нельзя называть графиком оптической плотности ни в коем случае. Потому что мы не откалибровали единицы измерения. У нас есть некий попугай от 0 до 255. Этот график нужно откалибровать, опять же, еще и по глубине. Потому что мы здесь померили с вами в точках изображения. Ну, конечно же, наверняка интересует все-таки микрона, чтобы было здесь как-то дальше с этим работать. Если вы хотите этот график обрабатывать во внешних программах, есть возможность его сохранить. Вот есть, например, список, который вы можете в Excel положить, где точно так же это померено. Плюс в некоторых случаях вас может интересовать график не вдоль препарата, как мы сделали, а, например, поперек препарата. Предположим, вас интересуют, например, слои коры. Так, я работаю с мозгом, мне проще всего на этом объяснять. И нам бы хотелось на этом изображении померить измерение яркости в каком направлении. В этом. Это бы дало нам возможность наше изображение разбить на отдельные слои. В этой программке это можно сделать. Если мы просто сейчас померяем, мы померяем, к сожалению, вдоль выделенной плоскости. Это будет не очень интересно, как видите. Но мы можем в меню Edit, Options, и здесь есть под меню Plots, в графике, поставить галочку, что профиль, который мы хотим мерить, он вертикальный. Вот эта галочка. Vertical Profile. И теперь, если мы измерим на этой картинке то же самое, мы с вами получим профиль, померенный по глубине. И если мы говорим в данном случае о коре головного мозга, то мы можем увидеть, где у нас есть пиальная поверхность границы, где у нас есть первый слой, где у нас второй слой, где у нас есть отдельные слои, крупноклеточные. Ну и таким образом это может нам позволить более точно выделить предполагаемые границы слоев, например. Или если у нас есть какие-то изменения яркости, например, это гель, то мы можем выделить таким образом на геле бенда полоски, померить их яркость и дальше использовать. Но пока отмечу, что яркость у нас в неких условных единицах. Это ни в коем случае не оптическая плотность. И для того, чтобы можно было говорить об измерении оптической плотности, чтобы перейти к этому измерению, нам нужно вернуться к презентации, определению оптической плотности. Предположим, что у нас есть с вами вот такое вот изображение, которое мы снимали, для которого откалибрована оптическая плотность и каждый такой шаг – это изменение оптической плотности на 0,15 единиц. Понятно, что каждая следующая ступенька меняется по поглощению света ровно на одинаковое значение. Но если мы теперь построим график оптической плотности вдоль получившегося изображения, смотрите, что мы получили. Огибающее, которое здесь есть, это не что иное, как грифмическая зависимость. Почему это происходит? Тот же самый закон Биро-Ломбарда, который мы используем, когда при помощи спектрофотометрии меряем концентрацию какого-то вещества в кювете. Предположим, что у нас с вами есть несколько светофильтров. И каждый из светофильтров будет поглощать точно такое же количество света, как и предыдущий. Предположим, что это будет 25 или давайте 50% мне считать. Если мы подаем теперь с вами 100% света на путь, то после первого фильтра у нас 50. После второго фильтра, так как он на 50% слабит 50%, это получится 25. После третьего, так как он на 50% слабит 25, получится 12,5 и так далее. Но каждый фильтр у нас одинаковое количество вещества, условно говоря, содержит, которое свет поглощает. Если мы теперь с вами нарисуем два графика, первый график у нас будет, это как изменяется количество света. 100, 50, 25, 12,5. Второй график – это на самом деле количество вещества, которое мы добавляли. Мы все время добавляли одинаковое количество вещества. То видно, что сравнивать яркость и количество вещества мы не имеем права напрямую. Нам необходимо использовать какую-то функцию, чтобы мы имели право теперь уже считать не в неких условных единицах. Скажем, здесь у нас было, пускай будет 200 условных единиц, яркость здесь 100 условных единиц, яркость здесь 50, здесь 25 и так далее. А в единицах оптической плотности. Оптическая плотность считается очень легко. Собственно говоря, формула здесь. Это минус логарифм от пропускания света, от того, сколько мы с вами смогли на самом деле зарегистрировать наш микроскоп. И понятно, что нам теперь пересчитать наше значение 0,255 в единицах оптической плотности уже. И для этого нам понадобится, к сожалению, некий стандарт. Он достаточно дорогой, к микроскопам по комплекте не идет, мы будем покупать отдельно. Это слайд, на котором вот так вот размечено изменение яркости. И вы можете теперь, поставив его в микроскоп, считать, что здесь у вас оптическая плотность вашего препарата равна 0. Но это не означает, что здесь значение 255. От настроек камеры оно может сильно зависеть. Это может быть, например, не знаю, 200. Дальше у вас оптическая плотность, скажем, 0,15. Дальше, скажем, 0,3. Дальше, скажем, 0,45. И так далее. Если мы теперь с вами построим яркость вот в этих же единицах от 0 до 255, мы с вами увидим вот эту вот грифмическую зависимость. И программа, я просто покажу, как это можно сделать, может за вас рассчитать для этой зависимости калибровку. То есть она будет использовать формулу, например, вот такую, некий коэффициент А, умноженный на логарифм от некого коэффициента В, домноженного на нашу яркость Х. Программа заранее попытается уложить полученные данные, рассчитав вот эти два коэффициента. И тогда можем говорить об этом, Игорь, который получается, как об единицах действительно оптической плотности. Так мы положили с вами для калибровки микролинейку с оптической плотностью, то это будет оптическая плотность. С другой стороны, если, например, вы используете блот или гель, и в этом блоте или геле у вас есть бенды с известным вам содержанием белка. Вы сделали перететирование, сделали содержание от 0 до скольких-то там молей, то вы можете дальше точно так же калибровать теперь полученное изображение в количестве белка. И, соответственно, единица измерения у вас тогда будет уже не оптическая плотность, а что-то другое. Давайте посмотрим, каким образом такую калибровку можно сделать в нашей программе. Что нам для этого понадобится? Прежде всего, нам понадобится изображение нашей калибровки. И, согласитесь, нам достаточно плохо его видно. То есть для того, чтобы мы могли его нормально откалибровать, нам, к сожалению, потребуется, например, использовать какую-то табличку цветов. Потому что здесь дальше вот этого значения мы уже глазом ничего не увидим. А при помощи таблички цветов, видите, мы видим с вами дальше. После этого нам нужно будет с вами измерить яркость каждой из этих точек. Померили первую. Вторая здесь, видите, шире, поэтому померите ее где-то здесь. Ну и дальше третья, четвертая, пятая. Мы сейчас пойдем их мерить одна за другую. Значения, которые в табличке у нас представляются как средняя, мин, это среднее значение яркости в узбеке. И так как это табличка калибровки на оптическую плотность, то, собственно говоря, это значение, которое мы получаем с нашей камеры, с нашим микроскопом для препарата с заданной оптической плотностью. После того, как мы эти измерения провели, мы, в принципе, можем с вами получить значение уже в откалиброванном виде, в виде оптической плотности. Давайте для начала я сниму график яркости в неких условных единицах. Мы его сохраним, чтобы сравнить, как будет после этого выглядеть график, полученный после калибровки. Я возвращаю в опциях измерение профиля по горизонтали. Я меряю наш график. Я его сейчас уберу с экрана, чтобы он нам не мешал. Ещё понадобится. И теперь мы попытаемся наше изображение откалибровать. Для этого мы идём, раз калибровка – это анализ нашего изображения, в меню «Анализ». Здесь идём в пункт «Калибрейт». До этого мы пользовались пунктом «Set Scale». Это была калибровка по «X», «Y», «А калибрейт» – это калибровка по яркости. Посмотрите, что сделала программа. Она за нас уже заполнила из этой таблички яркости, которую мы получили. Нам осталось для нашей программы заполнить только параметры в измеряемых нами величинах. Предположим, это оптическая плотность – OD. Мы знаем, что это закон Билла Рамберта, поэтому это логарифмическая зависимость. И здесь у нас первая – это 0, вторая – 0,15. И дальше нам придётся сейчас табличку заполнять долго. Если посмотрю, если она у меня вдруг уже есть готова, я её, конечно, тогда, наверное, скопирую, чтобы время не терять. Если нету, придётся считать. Тогда буквально некоторое время у меня займёт заполнение этой таблички. Каждый шаг – это 0,15, соответственно, 0,3, 0,45, ну и дальше. В принципе, один раз заполнив эту табличку, вы её можете сохранить, чтобы ранее не заполнять дальше уже эти значения. Раньше у меня где-то тоже было сохранено. Главное, чтобы я нигде не ошиблась, потому что с устным счётом мы будем считать, что как-то вот, наверное, так. Мы можем теперь попросить программу произвести калибровку этого изображения на единицы. В данном случае, так как у нас была оптическая плотность, оптическую плотность. Нажимаем ОК. И, как видите, программа нам рассчитала. На самом деле, даже несмотря на моё халявное измерение, R квадрат, то есть насколько хорошо это к нашей функции относится, 0,997. Ну, вполне себе прилично. И давайте мы теперь перемерим наше изображение ещё раз. Уже откалибровано. Посмотрите, теперь у нас график в единицах оптической плотности показывает эти изменения. У нас каждый шаг ступеньки, как видите, ровный. Ну, вот здесь происходит потеря, потому что разница между шагами – это примерно 1-2 значения яркости, состоимых с шумом камер. Мы не можем на нашей камере, получается, достоверно измерять значения ближе к 3 единицам оптической плотности. Ну, и если мы теперь на эту картинку ещё более подробно посмотрим и сравним с предыдущим графиком, становится понятно, почему в единицах оптической плотности работать удобнее. Что из этого нужно вынести? Первое. Мы можем наш график откалибровать, нашу картинку, не только на некие значения условных единиц, да, от 0 до 250, например, для 8-битной камеры, но и на реальные физические величины. Например, на то, сколько света через наш препарат проходит. Второе. Мы не имеем права говорить об оптической плотности, пока мы эту калибровку не провели. И третье. Калиброваться можем не только на оптическую плотность, но и, например, если у нас есть гель, на количество белка в каждом бенде, если нас это интересует. Ну, и давайте ради интереса откроем нашу картинку, которая у нас уже была. Попробуем построить теперь график яркости. Делаем её опять чёрно-белой. В единицах оптической плотности. Понятно, что на самом деле они сняты на разных микроскопах, поэтому я не имел бы права переносить, не сняв на этом микроскопе калибровку, ну, просто для интереса. Посмотрите, насколько график лучше теперь отражает изменение яркости. Насколько они больше стали. Единица у нас тереоптическая плотность. Дистанция в сантиметрах, да, калибровка тоже была не очень правильно сделана. Её в 10 раз нужно меньше. Тем не менее, вот эти вот области большей и меньшей яркости стали видны гораздо лучше. И если мы такую калибровку произвели на том же самом микроскопе, с теми же самыми лампами, с теми же самыми настройками в тот же самый день, мы можем снять картинку. И теперь же публиковать измерение, которое мы произвели, как измерение именно оптической плотности, а не просто измерение каких-то величий. С другой стороны, даже если у нас есть логарифмическая зависимость, мы можем сравнивать на нашем изображении неткалиброванном две точки. Измерение в два раза, изменение яркости в два раза, у нас будет и в одной шкале, и в другой соответствовать изменению в два раза и количество вещества. То есть, в принципе, если у нас нет возможности калиброваться на оптическую плотность, мы можем с вами использовать подход, сравнивая на одном препарате несколько точек. Давайте попробуем посмотреть, что мы еще можем сделать. И чтобы наша картинка была более репрезентативной, мы на самом деле можем теперь на нее поместить и значение, например, оптической плотности. Помните, мы с вами рисовали мерную риску внутри картинки? Точно так же через анализ Tools мы можем заставить нашу программу нарисовать и Calibration Bar. Вот, как видите, значение теперь у нас в единицах уже оптической плотности прямо на картинке нарисовано. Для удобства мы можем нашу картинку точно так же преобразовать в какие-то значения и, перерисовав этот самый Calibration Bar еще раз, получить его уже в цветах. Все, картинка, по сути, готова к публикации, и ни один инцидент не сможет нас обвинить в несправедливом воспользовании единиц оптической плотности. Возвращаясь к нашей презентации, чтобы показать оставшиеся моменты, нам нужно будет в двух словах поговорить о возможности использования флюоресцентных изображений, калибровки их яркости и так далее. Действительно, при использовании флюоресцентных изображений мы тоже можем с вами говорить о изменении яркости и корреляции между яркостью и количеством нашего соединения. Но здесь, кроме того, что зависимость тоже нелинейная, есть еще несколько подводных камней. В случае флюоресцентного исследования, во-первых, стабильность источника света нам очень важна. И у нас в ресурсном центре есть один микроскоп с очень высокой стабильностью лампы, у которой за все время ее жизни где-то всего на 3% яркости может поменяться, краткосрочно на 1,5% в течение дня она может меняться. Стабильность камеры, охлаждение, на самом деле температура в помещениях еще не выдерживается, к сожалению, и так далее. Толщина препарата. Понятно, что препарат будет толще, яркость будет меняться очень сильно. Особенности обработки. Если мы говорим про иммунку, то сколько вы держали с хромогеном, если у вас это хромоген, либо если флюоресцент, сколько вы брали антител. И проблема с количественным изменением яркости здесь еще одна. Если вы используете, например, непрямое иммуномечение, о чем я буду говорить еще на курсе по гистотехнике, гистотехнике, у вас может не соблюдаться стерическое соотношение между антителом, количеством флуорохромов на этом антителе и количеством антител, которые у вас в случае непрямого иммуномечения оказались на первичном антителе. Потому что у вас первичное антитело, а на него село только одно вторичное антитело. Или два. Или три. И понятно, тогда на один эпитоп у вас может происходиться разное значение ваших флорохромов, сколько их всего было. А если мы говорим о системах усиления, там тоже все очень непросто. Усиление не всегда будет равномерно. Кроме этого, у нас сам себе препарат может выцветать. И, естественно, в данном случае это нужно учитывать. Еще один неприятный момент в флюоресценции. Количество флорохрома нелинейно меняет яркость. Если у вас флорохрома очень много, то соседние флорохромы начинают друг друга тушить. Так называемый квенчинг за счет просто большой концентрации. Тушение флорохрома. Это тоже нужно учитывать. Если вы работаете на конфокальном микроскопе, есть самая большая неприятность. Это то, что вы можете на вашем микроскопе, яркости может хватить, чтобы весь ваш флорохром перевести практически в триплетное состояние. В триплетном состоянии он не светится. То есть время свечения у него очень большое становится. И если на обычном микроскопе мы с вами работаем с небольшими яркостями, а здесь на графике мощность спускания, то есть яркость вашего флорохрома, и яркость возбуждающего света отложена. В случае обычного микроскопа мы работаем где-то здесь, и зависимость почти линейная. Условно можем считать ее даже так. В случае конфокального микроскопа выйти вот сюда, где значительное превращение яркости возбуждения будет давать очень незначительное превращение яркости спускания, либо, если это будет слишком сильно, на самом деле может даже перегиб этой функции быть, и увеличение яркости может приводить к уменьшению яркости вашего флорохрома. Поэтому, к сожалению, с флюоресцентной окраской, с изменением яркости здесь есть свои сложности. И в большинстве случаев сравнивают просто между собой, в этих же условных единицах, в этих условных попугаях, яркости нескольких объектов. Например, вот ядро такое и ядро такое. Если мы поделим теперь на площадь, мы дальше с ними что-то делать. Либо, если мы просто сложим яркость такого и такого ядра, можем посмотреть, на какой стадии находится данная клетка. Нарабатывает анагенетический материал, собирается она поделиться, только она поделилась и так далее. При окраске, например, ДАПе. К сожалению, это все, что я успеваю рассказать за сегодняшний семинар. И поэтому деконволюцию мы тогда перенесем на следующий семинар. Если есть вопросы, я готов на них ответить еще в течение 10-20 минут. И спасибо за внимание.